Итак, выйти в полуфинал чемпионата мира 2018, такую вот задачу поставили перед новым главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Чего можно ждать от нового наставника и какой у него характер знает Алексей Репин. Салам Станислав Саламович. Эту фразу хотели бы сказать многие владельцы российских клубов, но он согласился на рандеву с первой командой страны. Зная суровый характер Черчесова, ни у кого нет сомнений, что он сможет навести порядок и привить игрокам строжайшую дисциплину. Новый коуч умеет не только формулировать и ставить задачи, но и спрашивать подопечных за результат. Сборники теперь могут попрощаться с развеселыми вечеринками, где шампанское льется рекой, кальяны дымят, а девушки танцуют до утра. В противном случае Станислав Саламович сам скажет этим кутилам от футбола гудбай. Он прекрасно понимает, что турниры выигрывают игроки, а проигрывают именно тренеры. Поэтому ни спортивного поведения и безволия 52-летний наставник не прощает. Ровно как и вмешательство в свою работу. Совать нос в стартовый состав он не позволял никому и никогда. Ни владельцам клубов, ни уж тем более футболистам. Из-за крутого нрава Станислав Черчесов не раз оказывался в эпицентре внутренних скандалов. Но он никогда не боялся убрать из команды взорвавшегося плеймейкера. А сколько их уже было. В июле 2008-го молодой, только начинающий карьеру тренера Черчесов, выводит из стартового состава родного Спартака легенду клуба Егора Титова. Отправляет его набираться мастерства в дубль. В том же направлении следует и другой лидер красно-белых Максим Калиниченко. Причины прозаичны. Тотальное унижение от злейшего противника ЦСКА. В том дерби армейцы вынесли соперников вперед ногами. 5-1. Объясняя свой поступок, Черчесов прямо указал на слабые кондиции футболистов и несоответствие его требованиям. Тогда Станислав Саламович проявил такт и мудрость. Не стал выносить ссоры из избы, ограничившись именно этими формулировками. А ведь мог сказать и жестче. Так и не найдя общего языка с тренером, Титов и Калиниченко покинули Спартак. Но игра не заладилась. Через месяц следующая фиаско. Красно-белые были уничтожены другим, не менее принципиальным соперником киевским Динамо. 1-4 в Лиге чемпионов. И Черчесову под всеобщее ликование болельщиков указали на дверь. А в 2013-м рвануло уже в Пермском Амкаре. Конфликт тренера Черчесова с болгарскими легионерами Пеевым и Сираковым закончился по спартаковскому сценарию. Футболисты, игравшие в Перми 15 лет на двоих, остались без места в составе. Причиной конфликта стало недоверие тренера. Болельщики потребовали отставки Черчесова. Через некоторое время болгарин вернулся в состав, но поработать с Станиславом Саламовичем долго и плодотворно этому легионеру так и не удалось. Весной 2014-го тренер сменил Амкар на московское Динамо. Но в апреле 2015-го передовицы спортивных изданий пестрили подробностями скандала Черчесов-Денисов. По словам тренера, экс-зенитовец перепутал свои функции в команде. Вместо того, чтобы играть, он стал давать советы, кого нужно ставить в стартовый состав, а кого нет. При беседе тет-а-тет Денисов заявил в глаза своему наставнику, что не считает его ни за человека, ни за тренера. Излечить от звездной болезни своего игрока Черчесов так до конца, наверное, все же не смог. Но метастазы наглости из динамовской раздевалки он вымел раз и навсегда вместе с Денисовым. Игрок оказался в трансферном листе, а Динамо продолжила борьбу за медали. В общем, Станислав Саламович тренер с железным характером, для которого не существует авторитетов. Принесет ли пользу Черчесов нашей сборной, сказать пока сложно. Но с уверенностью можно утверждать, дисциплина в его команде будет на первом месте. Я извиняюсь, мои футболисты на идиотов похожи. Я тебя тогда иди и объясни им. Это что, я буду отчитываться перед тем, как я делал, что ли? Я тебе даю посыл, что вспомни 85 минут, а ты опять к последним пяти минутам приходишь. На негативе ты молодой человек, жизнь такая штука, что только на позитиве можно что-то делать, а ты все туда. Ну иди тогда в темное царство, мы про 85 минут поговорим. Продолжение следует...